Всем привет! С вами Сергей Добрый. И в этом видео я хочу начать таким интересным вопросом. Насколько вы доверяете своим мыслям? Тем мыслям, которые приходят вам на ум? И по большому счету, насколько вы доверяете своему уму? Дело в том, что в нашей карте есть такая эффективная точка, которая называется Черная Луна. Вот она в нашем гороскопе, в данном случае это то положение, в котором она сейчас находится. И она из себя представляет сосредоточение наших теней, всего того, что мы не принимаем в себе. И попытка это реализовать, причем зачастую самыми темными средствами, то есть какими-то низшими проявлениями. То есть это наши, можно сказать, темные качества. Если брать транзит этой Черной Луны, то он идет у нас по нашему гороскопу. И в данном случае, в моем случае, он коснулся одной из планет. Вот посмотрите, Уран и Черная Луна. То есть Черная Луна транзитная, которая сейчас идет, а Уран тот, который у меня в карте, в гороскопе. То есть это совмещение моей карты с транзитами. И когда Черная Луна соприкасается с каким, с какой-либо из наших планет, допустим, или с какой-либо областью жизни, то фактически наш ум начинает нас искушать в какой-либо области. А поскольку Черная Луна, она никуда не девается, она постоянно где-то ходит, то в какой-то области мы постоянно искушаемся. И чем больше, вот, самые сильные искушения, когда у нас идет именно совмещение. Вот если посмотреть, когда у меня было совмещение, именно вот полное, 3-го числа, по-моему, или даже 30-го ноября. Ну, в общем, вот в этом положении, получается, было совмещение Черной Луны и очень важной планеты Уран, которая в моем гороскопе довольно сильная. И я чувствовал в это время буквально вот поток таких темных довольно мыслей, такие искушающих, такие, вот, поскольку у меня это все в пятом доме, то в основном это все про проекты было. Проекты, бизнес-проекты, вот, прям такие вот темные мысли, которые в основном такие провокационные довольно-таки. И желание кого-то обвинить в чем-то, вот прям вот что, типа, это он виноват, это она виновата, вот это все, все кроме меня виноваты. И вот как раз я хочу сказать об этом. То есть, каким мыслям мы можем доверять вообще? Потому что некоторые мысли откровенно провокационные у нас. И фактически это мысли, которые кого-то обвиняют, кого-то в наших бедах сваливают на кого-то вину, все. И насколько мы им можем доверять? Всю жизнь мы думаем, ну, по крайней мере, я думал, что ум – это нечто то, что мое, мысли мои. Но, как показывает практика, ум – это некий компьютер, который, в общем-то, не нами настроен, не нами запрограммирован и не совсем на нас работает. То есть, ум – это компьютер, который нас катает, который нам сообщает какие-то сведения. И они, на самом деле, довольно иллюзорного свойства. То есть, это компьютер, который говорит, о, это часы, это обои, это стол, это стул. И он интерпретирует. Но он не всегда это правильно интерпретирует. И в основном мы вот таким образом, мы себя реального от себя, скажем так, от своего эго прячем. Или от своего сознания, лучше так. То есть, таким образом сознание прячет само себя, прячется от самого себя, создавая некую иллюзорную реальность. Движение планет вертит этим умом как хочет. То есть, планеты как-то сойдутся, то мы слишком взвинчены, то мы слишком инфантильны, то мы хотим что-то, то мы не хотим что-то. И, собственно, именно поэтому я так ценю дизайн человека, где говорится о внутреннем авторитете. То, чтобы доверять своим ощущениям и указывается на то, чтобы проверить, поэкспериментировать с этим, насколько вы можете действительно доверять своему внутреннему авторитету тому, что неизменно. Потому что посмотрите, какое огромное количество у нас всяких точек энергетических, которые двигаются, вращаются, и все это в течение времени меняется, меняется, и меняется наше умственное состояние, меняются наши мысли, меняются наши эмоции. То есть, чему в нашей карте мы можем реально доверять? И поэтому вот научиться пользоваться внутренним авторитетом и тем сенсорным качеством, которые, допустим, в банту есть, это очень-очень важно. То есть, это некий способ обрести действительно важную опору своей жизни. То, чему мы действительно-то можем доверять. То есть, не вот этому вот свистопляске, хороводу, который постоянно меняется и бесконечно нас обманывает, действительно то, что неизменно. Ну что ж, с вами был Сергей Добрый. Скажем так, верьте своим ощущениям, верьте своему внутреннему авторитету, экспериментируйте с этим. И не особо-то доверяйте мыслям, которые приходят, потому что они могут быть просто-напросто искушающими, просто-напросто иллюзорными. КОНЕЦ Продолжение следует...